А знал ли ты, что задание номер 7 можно решить за одну минуту? Да, на самом деле это так. Несмотря на то, что это задание выполняет меньше, чем половина сдающих ЕГЭ по химии, это возможно сделать благодаря одному великолепному и невероятному лайфхаку. Перед тем, как мы разберемся с этим лайфхаком, не забудь подписаться на мой телеграм-канал. Ну что, погнали, покажу на примере очень подробно, а потом уже покажу в действии седьмое задание за минуту. В общем-то, беру все задания из банка FIPI. Нам нужно установить соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. Следовательно, нам нужно для калия подобрать три вещества, каждый из которых с ним взаимодействует. То есть нам нужно, чтобы и первое, и второе, и третье вещество из этой троицы какой-нибудь условной, оно взаимодействовало. То есть три из трех – это круто. Два из трех – это не круто. Один из трех – это не круто. Ну, соответственно, ноль из трех – это жесть, как не круто. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем использовать метод исключения. Мы точно можем знать, с кем наш калий не взаимодействует и отметать ненужные варианты. Потому что, смотрите, для калия нам нужно проверить 15 реакций, для СО2 – 15 реакций, для АШФТОР – 15 реакций, для нитрата меди – 15 реакций. Это очень много и бесполезно. Поэтому, знаете, как предлагаю сделать? Ну, вот начну с калия. Значит, калий сразу можете фиксировать. Он не реагирует с основными оксидами, поэтому все пошел отсюда. И с основаниями точно так же он не взаимодействует. То есть я вот буду зачеркивать неподходящий вариант. Один из трех, из-за которого я отметаю весь вариант. Потому что если хотя бы одно вещество из трех не взаимодействует, мне вообще не нравится этот вариант. Теперь смотрим из остатков. Первое, что образуется в глаза – это вариант 2. Поскольку с кислородом есть реакция, с водородом есть реакция, образуются гидриды, с хлором есть реакция, образуется хлорид калия. Ну и с кислородом есть реакция, там образуется надпероксид или супероксид калия. Там не образуется оксид, сразу же обращая внимание, оксид калия, его получает немножечко косвенно. Значит, калий у нас со всеми вот этими веществами здесь так же не взаимодействует, к сожалению. Поэтому мы останавливаемся на варианте 2. И я достаточно быстро выполнил это задание, но я потратил время на объяснение, поэтому давайте сейчас следующие пункты точно так же раскидаю. Кислотный оксид. Кислотный оксид не взаимодействует с кислотами, поэтому Hj вон, силициум O2 и SO2 тоже вон пошли, силициум O2 тоже здесь вон уходит. И СО2, он не взаимодействует с простыми веществами. Ну, конкретно не со всеми, конечно же, тут я немножечко вру, но он не взаимодействует точно с кислородом, потому что степень окисления углерода здесь выше, а кислород он дальше окисляет. Куда его повышать? Плюс 5, плюс 6, плюс 7? Не надо оно нам. Поэтому мы отметаем вариант номер 2. Методом исключения приходим к тому, что да, с основным оксидом, с основанием наш кислотный оксид взаимодействует, дает соли. А с углеродом у нас протекает вот такая вот реакция. Сопропорционирование. Степень окисления плюс 4,0 переходит в плюс 2. Все, вот так вот мы уже подобрали четвертый вариант здесь. Я сейчас вот это все уберу, напишу, что у нас четвертый вариант и иду решать дальше. Значит, H2R плавиковая кислота не взаимодействует с кислотами и кислотными оксидами. Единственный кислотный оксид, с которым взаимодействует плавиковая кислота, это оксид кремния, поэтому 1, 2 точно уходит у меня. У оксида кремния такая же история, как и у оксида углерода, то есть степень окисления уже выше, поэтому с кислородом взаимодействовать не будет. Там уже некуда повышать эту степень окисления, поэтому зачеркиваю этот вариант, ухожу. Значит, что у нас остается для плавиковой кислоты? Значит, с основаниями всеми взаимодействуют, с основными оксидами она молодец. У нас различия углерода и оксид кремния. С оксидом кремния есть взаимодействие, поэтому здесь нам подходит вариант 5. С углеродом плавиковая кислота не взаимодействует, поэтому итоговый вариант здесь будет 5. Теперь остается нитрат меди. Небольшой лайфхак. Сразу же, когда вы видите соль, медьте на реакции ионного обмена. То есть, в первую очередь, не смотрите на простые вещества, потому что, скорее всего, с ними какой-то реакции не будет. Также соль у нас не взаимодействует с оксидами. Все, остаются только вот эти варианты. Нитрат меди не взаимодействует с кислородом, поэтому все, у нас остается только первый вариант. Во все, в двух случаях у нас реакционного обмена. Выпадает черный осадок сульфида меди, выпадает голубой осадок гидроксида меди. И с H-йод у нас протекает окислительно-восстановительная реакция, медь понижается до плюс одного, а йод повышается до нуля. Ну и там побочный продукт еще будет, получается, калий-НО3. Вот так. То есть, в итоге у нас ответ 2, 4, 5, 1. Давайте я перейду к следующему заданию и попробую его решить максимально быстро. Значит, магний не взаимодействует с металлами другими. Вот он нам не нужен, поэтому все вон уходит. Магний не взаимодействует с основными оксидами и основаниями. Все, и магний, он не взаимодействует с натрий-хлором. Почему? Потому что нет реакции вытеснения здесь. Магний вытесняет менее активный металл, который правее его в ряду напряжений. С бромом есть взаимодействие соль и с хлорида меди, нитратом серебра. Магний вытесняет медь, магний вытесняет серебро из этих самых солей. Все. Значит, дальше... Блин, надо это все стереть. На это так много времени, оказывается, уходит. Ладно. Значит, второй вариант. Значит, аж-бром. С кем у нас не взаимодействует аж-бром? Аж-бром не взаимодействует с кислотами, но у нас здесь нет кислот. Значит, аж-бром не взаимодействует с углеродом, не взаимодействует с азотом, не взаимодействует с фосром. То есть, ну вот с такими неметаллами, которые с маленькой электроотрицательностью, с невысокой, давайте так скажем. Там взаимодействия точно не будет. Вот. Значит, аж-бром не реагирует с бромом. То есть, сам H-хлор с хлором, H-бром с бромом, H-йод с йодом. Такого взаимодействия тоже не будет. Значит, смотрим, что осталось. У нас не будет реакционного обмена с натрий-хлор нормальный. То есть, тоже нет взаимодействия здесь с натрий-хлор. Остается аргентума-3, реакционного обмена с выпадением. Осадка аргентум-бром, реакция нейтрализации. И реакция с марганец-О2, она протекает с образованием брома. Это лабораторный способ получения галогенов из оксида марганца-4 и галогена водородов. Вот так. Значит, мы убираем вот эти все варианты. Оставляем вариант 3 и идем дальше. Значит, калий-йод. Калий-йод также не реагирует с вот такими вот металлами. Не будет он с ними взаимодействовать. Калий-йод не будет взаимодействовать с калий-ОН. То есть, представьте себе такую реакционного обмена. У нас калий пойдет к йоду, а другой калий пойдет к калий-ОН. То есть, мы получили одно и то же. Это не реакция. Мы новые вещества не получили, поэтому третий вариант мы здесь отметаем. Значит, что у нас остается? У нас остается вариант 2. Он нам здесь подходит. Поскольку, опять же, калий-йод не дает реакционного обмена, к сожалению, с натрий-хлором. Вот. Из-за него нам не подходит первый вариант. Так, значит, оставляю здесь вариант 2. Ну и остается у нас кислотный оксид. Значит, кислотный оксид, он не взаимодействует с солями. Где у нас еще соль? Вот тут соль. У нас вот тут соль. Не будет никакого взаимодействия. Не хочу. Значит, СО2, он не взаимодействует с азотом. Поэтому нам остается с основанием реакция. С углеродом мы уже рассматривали на прошлом примере. И магний. Вот магний, единственный металл, который взаимодействует с углекислым газом и оксидом кремния. Углекислый... Ну, магний, он, в общем-то, горит в атмосфере углекислого газа. Это реакция замещения. Аналогичная реакция с кремнием даст нам в продуктах кремний. Кстати говоря, если вдруг вы сразу же задаетесь вопросом, а что с чем не реагирует, здесь советую вам поднатаскаться в химии элементов. Вы можете перейти в мой телеграм-канал. Там есть занятие, посвященное химии элементов. Но также хочу сказать, что у нас совсем скоро, 15 мая, стартует предбанник, где мы как раз разберем всю химию с самого нуля. И конкретно неорганическая химия у нас занимает 3 дня. Каждый блок обычно по 2, но неорганика, поскольку такая она и коварненькая чуть-чуть. Она у нас занимает 3 дня. Мы 9 дней по 5-6 часов занимаемся. Закрепляем все на заданиях из ЕГЭ, то есть половина занятий теории, половина занятий практики у нас. И помимо этого за 9 дней мы также разбираемся на вебинаре с экспертом ЕГЭ по оформлению всего ЕГЭ. Вы можете задать вопросы по критерию оформления второй части. Ну и посмотреть возможные сливы из Дальнего Востока, если вы живете в московском часовом поясе. В общем, когда вы идете на экзамен в тот момент, когда Дальний Восток уже вернулся и уже миру известно задание. С расписанием вы можете поставить на паузу и познакомиться подробнее. Ну а чтобы записаться, поскольку уже совсем скоро начинается этот курс и места на предбанник про заканчиваются, вот пишите в ссылке в описании группы кодовое слово YouTube. Также перед началом самого курса вы можете посмотреть дополнительные занятия или нарешаться базой заданий для того, чтобы отпрактиковать то, что у вас больше всего западает. Например, очень большая база по заданиям номер 7, которую можно нарешаться. Вот как-то так, а мы переходим тогда к следующему заданию. Мы переходим к следующему заданию и попробуем его также решить. Значит, что у нас не реагирует? Значит, я возьму NH4-бром и NH4-бром это у нас соль. Давайте я попробую быстро решить без всяких объяснений задание номер 3 методом исключения. Значит, ну что, поехали, получается. Значит, NH4-бром, вот это вот, это вот, это вот, это вот не подходит. И у нас остается вот только четвертый вариант. Все. Значит, NH3-то кислота, значит, не нравится. Не нравится. Не нравится. И вот это вот мне тоже не нравится. Здесь вот такой вариант у нас остается. Все, хорошо. Что у нас еще? Вот это вот. И для Chrome 2.0.3 кто у нас остается? Вот так вот лучше, 100%. Здесь остается вариант 2. Теперь давайте объясняться, почему я выбрал именно такие варианты. Значит, 4, 1, 5, 2. Значит, NH4-бром у нас взаимодействует с аргентом-уно-3, дает у нас осадок аргентом-бром. С натрия-ОН у нас также реакционного обмена у нас выделяется аммиак в виде газа. И хлор у нас взаимодействует с NH4-бром. Вступает в реакцию замещения. То есть хлор занимает место брома. И у нас образуется бром в виде простого вещества. Ну и все в этом духе. То есть у нас NH4-бром, ну и в принципе соли. Соли, аммония. Там некого вытеснять, поэтому 100% вообще с никакими металлами они взаимодействовать не будут. Поэтому первые три варианта просто уходят, покидают чат. Что еще нам не нравится здесь? С оксидами нет взаимодействия, поэтому вариант 4 у нас получился. Так, вот здесь я лучше почищу слайд, потому что тут слишком нагромождено. Кислоты. Кислоты не реагируют с кислотами. Кислоты основания, соли, если это не является необратимым гидролизом, то с водой тоже нет никакого взаимодействия. Значит азотная кислота, что она не реагирует с кислородом. Убираем этот вариант. И с хлором она не взаимодействует, поэтому убираем вариант 4. Вот я просто, видите, я беру по одному веществу, которое вот 100% из этого ряда не реагирует. И все, я даже другой рассматривать не собираюсь. Я не собираюсь смотреть, а точно ли нам какие-то другие варианты подходят. Нет, потому что этот метод исключения, он рабочий. И мы как раз пришли к первому варианту. Основание плюс кислота, реакционного обмена с сульфитом калия у нас выделяется СО2 в виде газа. И все металлы, даже правее водорода, они спокойно растворяются в азотной кислоте, что в концентрированной, что в разбавленной. Угарный газ. Здесь какие угарные моменты? С водой точно нет взаимодействия, с кислотами тоже не реагирует. Какой вариант мне еще не нравится? С металлами нет взаимодействия. Поэтому мне тоже вот этот вариант как-то не устраивает. Не реагирует с солями угарный газ, потому что тоже не солеобразующий оксид кому-то и попался. В основном угарный газ, он вступает во всякие окислительно-восстановительные реакции. И здесь это все заложено на реакциях восстановления металла из оксидов. Обратите внимание на них. Угарный газ тупо забирает кислороды, переходя в СО2. Точно так же с ферром 2О3 у нас угарный газ взаимодействует. Здесь троечку поставлю, мы получаем 2 железа и еще 3 СО2. С кислородом какое взаимодействие? У углерода не высшая степень окисления, мы можем окислить его до высшей. То есть мы можем доводить до высших степеней окисления те оксиды, в которых степень окисления не высшая. Вот как-то так. С хром 2О3 я здесь обратил внимание, что хром 2О3 не взаимодействует дальше с кислородом. То есть невозможно получить какой-то кислотный оксид хрома 6. Хром 3, хотя он существует, его получают также косвенным путем. То есть если у нас хром взаимодействует с кислородом, вот это максимум, все только до плюс 3 доходит. Чтобы у нас хром дошел до плюс 6, нам нужна реакция в щелочной среде. Об этом также на предбаннике и в вебинаре, который можете посмотреть в телеграм-канале, можете это все посмотреть. Вот как-то так. И на этом я заканчиваю свое вещание. Напоминаю про то, что предбанник стартует совсем скоро. Уже 15 мая, то есть уже прям совсем-совсем скоро мы начинаем каждый блок изучать с самого нуля достаточно подробно, со всей практикой по заданиям из ЕГЭ. Целый день решаем 34 задачи, учимся решать их с нуля. Поэтому если у вас проблемы есть, вы можете поднатаскаться в них заданиями 33, та же самая история. Органика, неорганика, в общем вся химия, все темы кодификатора мы разбираем на предбаннике. Поэтому пишите кодовое слово YouTube мне в ВКонтакте, чтобы уже записаться. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну все, друзья, всем спасибо, всем пока-пока-пока-пока. Жду вас на предбаннике.